Привет всем космическим мечтательницам, чьи мечты исполняются благодаря их уму и трудолюбию. В сегодняшнем видео мы с вами будем открывать новые бьюти-боксы от звездных девушек. И мы с вами обожаем эту рубрику, потому что сегодня у нас особенно, кстати, классные боксы, потому что эти бьюти-боксы всегда интересны и забавны. В общем, сегодня у нас с вами новогодняя подборка бьюти-боксов от трех разных звездных девушек. Вот хорошее определение. Итак, первая звездная девушка это у нас Елена Крыгина, которая выпустила свой новогодний бьюти-бокс, или теперь, мне кажется, справедливее это называть Крыгина бьюти-бэк. Вторая это у нас, конечно же, Тина Канделаки, чьи бьюти-боксы мы постоянно с вами покупаем. И в этот раз у нее тоже вот такой вот новогодний бьюти-бокс, который подозрительно, здесь вот надпись такая подозрительно похож на бьюти-бокс ее бренда, который называется Анселоджи или Энселоджи, ну в общем, какое-то там такое хитроумное название. И третий бьюти-бокс это просто шок-контент. Такого бокса у нас еще никогда с вами не было. И, ну конечно, нельзя говорить, что я надеюсь, что у нас больше не будет. Но если будет интересный, то хорошо бы, чтобы снова было. А если будет неинтересный, то тогда мы его больше покупать не будем. От Елены Блиновской. Вот такой вот бьюти-бокс, вот такой вот самый-самый большой и самый неожиданный. Мне, кстати, про него написали в Инстаграм зрительницы, поэтому мы сегодня узнаем, насколько он вообще стоит нашего внимания. Итак, с чего мы начнем? Я думаю, что мы по классике начнем с Елены Крыгиной. Здесь у нас вот такой вот красивый олень, какой-то все такое, знаете, скандинавские какие-то здесь мотивы такие. Икею немножко напоминают вот эти вот рисунки, но все красиво и симпатично. И сколько стоил такой бьюти-бокс? Он стоил 2900 рублей. И нам обещали 18 продуктов, из которых 5 полноразмерных. Ну что ж, сумочка плотненькая, сумочка интересная. И давайте скорее открывать. Открываем. Здесь у нас снова наклейки. Как ни странно, у нас в этот раз нет Елены Крыгиной, потому что традиционно есть наклейка с Еленой Крыгиной, но сейчас у нас только олень. Ну, в общем, вот так вот. Вот так вот. Все хорошо. Все хорошо. Эти наклейки вы потом можете вот сюда вот лепить на эту косметичку. И косметичку, соответственно, вы можете оставить, чтобы хранить в ней какие-нибудь вещи. Итак, открываем. Ой, смотрите, как много сразу всего. Все как-то выпадает здесь прям вообще, вообще интересно. Итак, первое, что мы находим, это, конечно же, всякие пробники с духами. Но мы этому обычно не радуемся, потому что это вот прям вот такие вот пробники, ну прям совсем вообще крошечные. Интересно, это считается как 18 предметов? То есть вот два из 18 предметов. Возможно, что и считается. Находим, значит, пробник от Givenchy, второй пробник от Givenchy. И идем дальше. Следующее, что мы находим, это бренд Escentric Molecules. И здесь мы находим молекула номер один плюс пачули. Это, кстати, бренд, который производит довольно интересные духи, которые многие просто обожают, которые, как считается, на каждом раскрываются совершенно по-разному. И давайте сейчас, может, мы их немножко попробуем. Ну-ка. Ой, ну вообще не мой. Вообще не мой аромат. Я не уверена, это может быть все-таки мужской какой-то парфюм, потому что, честно говоря, пахнет он, мягко говоря, не очень. Как-то прям так себе он пахнет. Я даже душить вас не буду, потому что вам тоже не понравится этот запах, скорее всего. Хотя, может быть, есть его фанаты. Если вам нравится этот аромат, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Дальше мы находим какой-то снова совсем уж пробник от бренда MAC. И здесь у нас база под макияж натурально сияющая. Ну, здесь, конечно, вообще. Здесь 6 мл, то есть это прям совсем какой-то маленький пробничек. Дальше, что мы тут с вами еще найдем? О, ну, наконец-то полноразмерное средство. Вот такие вот блестки от бренда Krygen. И здесь у нас блестки в оттенке космическая призма. 7 грамм. Это полноразмерная версия. Вот такие вот маленькие блестки. У меня тоже есть несколько вот таких блесток. Ну, они симпатичны. Если вы любите рассыпчатые блестки, я просто не очень. Я люблю, когда они уже сами по себе наклеят, то вам они понравятся, потому что сияют они прям красиво. Что у нас дальше? Дальше от Lumine осветляющая гелевая маска. Мы такие маски с вами уже находили в их адвент календаре. Они классные, но здесь прям совсем маленькая упаковочка. Здесь 15 миллилитров. То есть это тоже прям совсем миниатюра. Так, дальше. Дальше у нас бренд Uriage. И традиционная просто вот бренд Uriage. Он во всех бьюти-боксах. Вот всегда. Вот просто всегда. И здесь у нас крем для рук, который сильно увлажняющий. 30 миллилитров. Так, ну давайте блестки отставим, что ли, вот так вот в сторону, чтобы понимать, где у нас вообще полноразмерки тут. Так, следующее это бренд Academy. Ой, этот бренд мы тоже с вами просто стабильно находим во всяких этих бьюти-боксах. И это, что это такое? Это пилинг и также очищающее средство 2 в 1. Ну тоже 40 миллилитров, неполноразмерная версия. Следующее. Это какой-то новый для меня бренд. Я еще такого не видела, который называется Vidoo Professional. И это кондиционер и также шампунь 100 миллилитров и 75 миллилитров. Ну, судя по тому, насколько они маленькие, скорее всего, знаете, что это такое? Скорее всего, это какие-то тревел-версии. Ну, в принципе, для путешествия это удобно. 100 миллилитров и 75 миллилитров. Здорово. Так, дальше у нас совсем просто крошечный тоник от бренда Pixi. И здесь тоник с витамином С 15 миллилитров. Тоже очень-очень маленький. Дальше мы аж даже, смотрите, аж даже в пакетике находим тушь от Clorans. Clorans 4D. Мы стабильно находим тоже эту тушь вот именно в таком формате просто везде. Вот просто везде. Даже недавно в их наборе находили. Но это тоже как бы пробник. Это не полноразмерка и даже не тревел-версия. Кстати, если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то почему бы не подписаться прямо сейчас? Ведь сделать это можно так легко. Просто нажав на кнопочку подписаться под этим видеороликом. И также не забудьте нажать на колокольчик. Таким образом, вы не пропустите больше ни одного чудесного бьюти-бокса, ни одного адвент-календаря, ни одного обзора на классную косметику. Так что, скорее подписывайтесь. И еще один пробничек. Это у нас какой-то бренд, который называется Excellence Moscow. Крем сияние SPF 15 5 мл. Какой-то новый российский бренд. Никогда о нем не слышала, но интересно. Делает его ООО Миан. Ну, в общем, Excellence Moscow. Наверное, что-то дорогое, раз называется Excellence. Так, дальше мы с вами находим глиттер от бренда Lamelle. Многие очень любят этот глиттер. Я к нему отношусь достаточно прохладненько так. И здесь у нас вот такой вот глиттер, который называется Purple. То есть, он должен быть фиолетовый. Давайте его посмотрим. Это, кстати, наконец-то полноразмерная версия. Ну-ка. Ну, красиво. То есть, он такой еще интересный. Он распределяется немножко неравномерно, потому что здесь есть частички светлые, золотые, и также вот эти вот фиолетовые. И потом вы можете либо смешать, либо оставить такой интересный градиент, как вам больше нравится. Ну, кстати, красивый, такие плотненькие. Получаются прям сияющие тени. Хорошо. Симпатично. Но больше это, кстати, не на глиттер похоже, а на такой металлизированный какой-то оттенок. Следующее. Это у нас Luscious Champagne. Ароматное шампанское. Крем для рук и для тела. От бренда Siberian Wellness. Бренд Siberian Wellness. Это один из таких относительно новых брендов сетевого маркетинга. Ну, насколько я знаю, то есть, как вот Faberlic, как Ariflame в этом. Ну, кто-то, кто-то очень это не любит, кто-то к этому спокойно относится, все по-разному, кто-то наоборот приветствует. Ну, в общем, бренд Siberian Wellness. Теперь мы поняли примерно, что это бренд, какой это примерно категории. Ну, давайте попробуем. Я, по-моему, вообще никогда от них ничего не пробовала, но интересно, что название какое-то интересное, что-то ароматное шампанское, может быть, что-то будет классное. Итак, мажем на себя, кстати. Представляете, это крем для рук и тела. А, для тела еще, поэтому такой огромный объем. Здесь 250 миллилитров. Кстати, здесь масло сладкого миндаля и ши, цветочная вода нероли и зеленого чая и обеспечивает 24 часа увлажнения. Давайте попробуем. Я, честно говоря, вообще не понимаю, где здесь шампанское? Ну, наверное, где-то есть. Наверное, где-то есть. По ощущениям, неплохой крем. То есть, он такой прям масляный достаточно и приятно. Он так увлажнился раз руки. Они у меня были сухие, но, ну, не знаю, шампанским-то он не пахнет. Как-то странно его так называть, знаете, прям завлекать вот этим названием. На деле он пахнет. Ну, давайте еще разочек понюхаем, потому что реально непонятно, что это за запах вообще такой. Да ну, какое шампанское? Ну, не знаю. Ну, вообще обычный просто запах какого-то крема. Что такое-то вообще? Обещали одно, получилось другое. А, кстати, здесь мы еще нашли, посмотрите, какие-то лифтинговые патчи. Надо же, свежий взгляд, всего за 5 минут. И здесь у нас вот такие вот одни, видимо, патчи в какой-то бумажке. И, кроме того, здесь еще маска для лица. Тоже полноразмерный продукт. И получается вот маска здесь, какая-то корейская, от бренда Skin Somnia. Никогда про такое не слышала, но вот такая вот, в общем, маска, которая осветляющая кожу. И почему-то написано, что это Beauty Sleep Mask. То есть она ночная. Сейчас как-то странно. А написано перед сном. И что здесь в составе? Здесь в составе древесный уголь, также экстракт дамасской розы и микрочастицы золота. Вот так вот интересно. И, кстати говоря, мне кажется, что делает это какой-то российский бренд по заказу. Может быть и нет. Может быть и нет. Ну, как-то вот непонятно. Ну, в общем, ладно. Нашли очередную какую-то корейскую маску полноразмерную. И самое последнее, что мы здесь находим, это вот такой вот интенсивный кондиционер, который нужно оставить на волосах из линии Pink Bubbles от бренда Mone. Mone это сеть салонов, которая есть во многих городах. Я, кстати, частенько туда сама хожу. И, ну, хорошие достаточно салоны, хотя и не всегда все получается удачно. В общем, это у нас несмываемый кондиционер. Я не очень люблю именно несмываемые средства. Лучше бы это был смываемый кондиционер. И вот эта вот линейка Pink Bubbles, она у них какая-то просто не то, что супер популярная, они ее очень сильно продвигают. То есть реклама вот этой линейки была просто во всех журналах, просто вообще везде, еще буквально пару месяцев назад. То есть, ну, понятно, все эти бренды, которые обычно встают в бьюти боксы, в него и встали. И давайте посмотрим, что у нас по итогу. Вот такая маска полноразмерная, вот такой вот кондиционер, также блестки, вот это вот, этот глиттер, и еще вот такой вот крем. Это у нас полноразмерная версия. Надо отметить, что этот бьюти бокс, он создан как бы к Новому году. То есть он создан для того, чтобы вы подготовились к Новому году, чтобы у вас было все для классного образа на Новый год. Если посчитать его наполнение, вот это вот все, причем если считать вот эти все пробники, по граммам высчитывать, то наполнение выходит на 11 052 рубля 80 копеек. И получается, что наша выгода составляет 8 152 рубля. Ну, что я могу сказать? Ну, на самом деле, честно говоря, мне не очень понравился этот бьюти бокс, просто потому, что здесь были сплошные какие-то пробники, и меня мало что заинтересовало. Ну, наверное, самое интересное и ценное, то, что мы здесь нашли, это блестки собственного бренда Елены Крыгиной. Наверное, они их как-то подбирали, чтобы они хорошо смотрелись с вот этим вот ламелевским глиттером-тире, просто тенями вот такими. Ну да, они как раз, вот видите, так хорошо вместе сочетаются. Ну, как-то так. Ну, как-то пробники, пробники, какой-то кондиционер, какой-то крем странный вообще для рук, без запаха шампанского, хотя обещано было, что с запахом шампанского. Такое впечатление, что это один из тех не очень удачных бьюти-боксов, когда, знаете, бренды встали в этот бьюти-бокс, как бы не самые интересные, не самые интересные продукты. В него получилось положить. Ну, бывает такое. Тем более, когда выпускаются бьюти-боксы на ежемесячной основе, я думаю, что очень сложно такое превозмочь, потому что, ну, опять же, какие бренды дали пробники свои, те и кладут. Вот так вот в основном работают все бьюти-боксы. Но, опять же, кстати говоря, я считаю, что у Елены Крыгиной и у Тины Канделаки все-таки, наверное, лучшие бьюти-боксы на данный момент в России, потому что у Тины Канделаки, они хоть и дорогие, но они прям обычно такие богатые по наполнению, там много всяких полноразмерных продуктов, хотя тут тоже не обходит вот эта вот болезнь, типа, кто там встал на пробники, тот в пробники и положил. И, да, у Елены Крыгиной тоже бьюти-боксы, но там вот свое оформление, вот своя какая-то красивая коробочка, бывают часто какие-то тематические интересные, например, вот эти все Made in Russia у нее прям классные, всегда были коробки интересные. Ну, раз на раз не приходится. Так, мы продолжаем надеяться, как это мы делаем. Надеемся, да не слишком сильно. И у нас новый бьюти-бокс от бренда Тины Канделаки. Так, это у нас называется TK Beauty Box. Я его купила за 9900 рублей. И нам обещают наполнение на 13600 рублей. Кстати говоря, хочу пожаловаться, поскольку я, соответственно, в базе нахожусь и вот этого вот TK объединения Тины Канделаки мне просто постоянно звонят и пишут по поводу этих марафонов с Тиной Канделаки. Она же не только продает эти бьюти-боксы, у нее еще как бы инфобизнес. И она все время делает марафоны, там, как стать успешной женщиной, как построить то-то, как построить карьеру. Ну, в общем, там много всяких марафонов. И вот прям реально звонят и предлагают эти марафоны. Я не хочу. Я не хочу проходить никакие марафоны. Меня это максимально просто не интересует. Но коробки, так уж и быть, мы с вами для канала покупаем. Итак, смотрим. На 13600, напоминаю, нам обещают наполнение. Ай, красота! Ай, красота! Что интересно! Новогодний бьюти-бокс от Тины Канделаки это бьюти-бокс с косметикой ее бренда Анселоджи. Добро пожаловать в закрытый женский клуб Тины Канделаки. Не упустите возможность вступить на индивидуальных условиях в закрытый женский клуб Тины Канделаки. Новая, уверенная ты. Акция действует только до конца декабря. Все подробности можно уточнить у личного менеджера, ну, прям классика вот этих всех инфокурсов. Отправьте кодовое слово «Удача» по такому-то номеру в WhatsApp и начните Новый год с новой себя. Вот видите, я какую рекламу просто сделала курсов Тины Канделаки. Но, опять же, я сама не хожу, я таким не интересуюсь. И, ну, я не знаю, может, кого-то интересует, но не меня явно. Так, дальше у нас патчи-патчи бренд Анселоджи. Это бренд, который начинал свою карьеру именно с патчей. И Тина Канделаки, насколько я знаю, она там является одной из основательниц этого бренда. А самим брендом, ну, вот, как бы, разработкой всего занимаются две другие девушки. И здесь у нас разное, интересное от этого бренда. Итак, давайте посмотрим. Молодящий киви, скраб для тела. Так, 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 начали делать скрабы для тела. Я первый раз вижу, что у них есть скрабы для тела, но, опять же, я не то, что сильно прямо интересуюсь этим брендом. Я считаю, что он просто безумно, безумно дорогой для, как бы, таких вещей, которые они выпускают. Но они говорят, что у них какие-то очень ценные ингредиенты. В составе, возможно, это так, возможно, этим и объясняются цены. Здесь 250 грамм. И стоит такой скраб 1390 рублей. Он из какой-то ягодной коллекции. И он на основе соли. Давайте понюхаем. Честно говоря, он довольно плохо пахнет. То есть, откровенно, здесь что-то с садушкой не то. Ну, в общем, здесь написано, что антицеллюлитный эффект, как всегда, со всеми этими скрабами. Центрелла азиатская в составе. Это хорошо. Витамин Е, скрылупали снова, орех и натуральный абразив. Вот это, конечно, вопрос. Насколько это не травмирующий скраб? Ну, ладно. Все-таки это скраб для попы, а не для лица. Поэтому не будем так строго к этому относиться. Здесь такой, знаете, аромат, типа как у засахаренного киви. Вот что-то такое. Ну, то есть, он... Я бы не сказала, что он приятный. Он немножко с какой-то химозной отдушкой. Дальше у нас бодрящий лимон. Еще один скраб для тела. Я думаю, что стоит он... Да, он стоит вроде бы столько же. И тоже 1390 рублей. Так, смотрим, что у нас здесь. Тоже он на основе соли? Какой-то он там весь слипся, вообще весь свалялся. Ну-ка. Ой, ну этот классный. Реально, очень химозный все равно запах. Но здесь, по крайней мере, много этого лимона. То есть, этот прям намного-намного лучше по аромату, чем молодящий киви. Так, и дальше у нас здесь всякие наборы патчей и масок. Во-первых, у нас здесь вот такой вот набор патчей новогоднее патчимание. Это какая-то лимитированная коллекция. 1950 рублей. Они стоят за... Сколько у нас тут получилось? За 5 штук. Хорошо, с Новым годом. Вот такие вот патчи. Еще у нас здесь какой-то набор патчей, которые с инжиром, с розой, с жасмином, с сандалом и с фиником. Это какая-то, видимо, восточная здесь у нас коллекция. Следующий набор патчей. Ну, понятное дело, что как бы на сайте было перечисление того, что в этом бьюти-боксе, но мы же с вами все-таки стараемся какой-то соблюсти элемент сюрприза. Следующий патчей Дикая голубика, Ежевичная ночи, Барбарисовый рай, Бодрящий лимон и снова вот этот вот неприятный молодящий киви. Мы с вами такие патчи уже пробовали. Честно говоря, я не заметила, что они делают какие-то чудеса. И мы с вами их находили в коробках от Елены Крыгиной, насколько я помню, и в коробках тоже от Тины Канделаки. Точно прям помню, у нас были вот эти вот ежевичные ночи, и, по-моему, Дикая голубика тоже была. Еще у нас тут набор масок. Значит, омолаживающая тканевая 3D-маска с сывороткой на основе ДНК лосося. Кстати, вот такие маски стоят одна штука 1200 рублей. Представьте себе, реально, одна штука. Маска патча для лица с конопляным маслом, лифтинг патча для лица с гранулами янтаря и сывороткой. Три маски для лица. Наполнение здесь, судя по сайту Ancelogy, именно такое, как нам обещают, то есть на 13600, то есть наша выгода от этого бьюти-бокса составила 3700 рублей. Это намного меньше, чем по обычным коробкам от Тины Канделаки, которые стоят столько же, сколько эта коробка, то есть 9900 рублей, если вы прям рано ее покупаете. Там еще такая есть тема, что чем дольше вы ждете от момента старта продаж, тем больше они повышают цену, и мы это реально видели, то есть они действительно так делают. И, соответственно, в этих коробках, которые они продают, такие общие сборные, там наполнение бывает где-то там на 30-35 тысяч, вот такое вот, а здесь всего 13600, и как бы это просто вот патчи и маски, патчи и маски. Поэтому, к сожалению, несмотря на то, что у нас есть все равно выгода, это 3700, в принципе, неплохая выгода, эта коробка вообще мимо меня, потому что, ну, просто вот я как бы не особо фанатка именно этого бренда Анселаджи. Хотя, ну, патчи есть патчи, я думаю, что маски здесь тоже есть какие-нибудь хорошие, действенные, но все равно, ну, как-то так вот, как-то не особо, не особо прям интересно. И дальше у нас, наконец-то, бьюти бокс от Елены Блиновской. Если вы не знаете, кто такая Елена Блиновская, то вы можете посмотреть, например, видеоролик на канале у Ксении Собчак, про всякие разные марафоны, про инфобизнес, да и вообще в интернете, в принципе, вы можете найти огромное количество разной информации про вот эту вот сферу инфобизнеса, про эти курсы. И Елена Блиновская это женщина, которая очень сейчас популярна в России, и она продвигает свой марафон желаний. Даже фильмы были сняты по мотивам ее марафона, который как раз рекламирует ее марафон. То есть, серьезно, такая странная какая-то тема. В общем, марафон желаний это своеобразное переложение книги «Секрет». Я думаю, что кто давно смотрит мой книжный канал, тот видел много лет назад мое видео, где я рассказывала про то, как я отношусь к этой книге, и до сих пор мне иногда пишут комментарии обиженные любители. Книги «Секрет» суть книги и, собственно, марафона желаний в том, что вы должны просто чего-то очень сильно захотеть, посылать во вселенную свою там визуализацию своих мечтаний, и тогда это обязательно сбудется. И, соответственно, если это не сбылось, вы просто неправильно мечтали. Вот и вся очень простая философия, и на такой философии Елена Блиновская стала очень сильно популярной, то есть она очень много зарабатывает, она действительно прям такая, ну, можно сказать, звезда большая сейчас в России. И вот она выпустила свою собственную коробку. Это, конечно, исключительно для ее поклонников. Коробка, потому что она напрямую относится к ее марафону желаний. В общем, такой бьюти бокс стоил 9500 рублей, плюс еще доставка была платная, 250 рублей она стоила, то есть всего я заплатила 9750 рублей. Я же, знаете, так я думаю, сколько я заплатила. Вот сама Елена Блиновская здесь изображена. Она то ли какая-то экзотическая птица, то ли какая-то балерина красивая. Ну, в общем, давайте открывать и посмотрим, что внутри. А, сначала мы с вами должны прочитать, что на сайте пишут у Елены Блиновской про вот этот вот набор. Это волшебный набор, в котором есть все, что поможет тебе загадать и исполнить новые мечты. В нем много удивительных новинок, которые мы создавали с заботой о тебе. Ну, давайте, в общем, открывать и смотреть, что же здесь внутри. Открываем. Приятно пахнет от этой коробочки, то есть там есть какие-то отдушки. И здесь у нас вот такая вот открытка. И пусть все мечты сбудутся. Здесь вот пожелание от Елены Блиновской, от самой. И здесь у нас типа карта желаний. Вот посмотрите, чего мы хотим. Мы, значит, хотим в 2022 году получить образование, начать рисовать, путешествие, дом, золотые часы, новые туфельки, фотографии, 100 тысяч лайков под фотографии, айфон мы хотим, деньги, пальмы, кольца, машины, сняться в кино, видимо, и еще каким-то образом при этом мы хотим завести ребенка. Судя по всему, желания у нас, конечно, большие. на 2022 год. Я надеюсь, что у кого-то получится сразу все, но очень в этом сомневаюсь, что такое возможно. Дальше мы здесь находим перышки, которые, видимо, отлетели от Елены Блиновской. И достаем их, смотрим, что тут дальше. Загадай и зажги. Здесь у нас, я думаю, бенгальские огоньки. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, вот такие вот бенгальские огни. Ну, самые обычные, сколько здесь у нас 6 штучек этих бенгальских огней. Так хорошо, полезная вещь на Новый год. Следующее, это у нас есть миллионы шансов. Загадай. Вот такое вот, вот такая вот штучка. Это как из календаря Шанель у нас была. То есть, это просто какой-то браслетик с золотой звездочкой. Знаете, кстати говоря, вот такой браслетик продается отдельно в магазине у Елены Блиновской. И он, знаете, сколько стоит? Он стоит 1900 рублей. Представьте себе 1900 рублей. А почему? Потому что написано, что он сделан из серебра 925 пробы и просто как бы покрыт, видимо, каким-то составом. Может быть, так оно и есть, потому что, ну, как бы серебро, естественно, оно не очень дорогое, особенно если оно там не самое качественное. Но интересно, что я здесь не вижу на этой звездочке абсолютно никакой пометки о пробе этого серебра. То есть, что это действительно серебро. Вообще ничего такого нет. И вот здесь вот тоже ничего нет. Поэтому есть у меня некоторые сомнения, что эта звездочка действительно там какая-то серебряная, не знаю, покрыта там, позолотой какой-то. Но может быть, это и действительно так. Ну, как бы она стоит 1900 рублей. Вот такой вот браслет. Это круто, это впечатляет. Следующее, что мы здесь находим, свидание с телом. Хвоя и можжевельник. Соль для ванн. 550 рублей стоит такая соль на сайте. И, кстати говоря, делает это компания, производитель И.П. Барсенкова. И это английская соль, плюс здесь еще крымская соль и гималайская соль в составе. Так, и аромат у нас эфирных масел кедр, пихта, можжевельник и еще кусочки лайма есть. Ну, давайте понюхаем. Все-таки скраба-то мы нюхали утины кандалаки. А что ж нам тут не понюхать эту соль? Ой, как интересно. Смотрите, на самом деле классно. Здесь прям кусочки лайма действительно покрошенные в этой соли. И разные вот эти вот кусочки соли. То есть видно, что там есть вот эта розовая гималайская соль и английская соль тоже есть. Ну-ка. Приятный, кстати, реально классный аромат. Такой он бодрящий. Я бы сказала, он слегка грубоват, потому что, ну, все-таки здесь и хвои, и вот эти вот все ароматы кедр сразу все намешали. Ну, мне кажется, вполне себе симпатичный аромат в результате. Так, хорошо. Это тоже полезная вещь. Дальше у нас бомбочка для ванны свидания с телом. Как интересно. С нежным цветочным ароматом, морской гималайской английской соли, то же самое, что мы уже с вами встречали, витамином Е и ценными маслами. В составе и называется это бомбочка фламинго. Мы с вами где-то уже такое встречали. Вообще, это немножко похоже, знаете, на что? На бомбы для ванны из календарей Makeup Revolution. Помните, у них тоже были вот такие вот в форме шоколадки? Но здесь, понятное дело, здесь указан производитель, то есть это какой-то ИП делает просто на заказ. а с другой стороны, почему бы Елене Блиновской самой это делать? Да, она просто вот заказывает для себя вот такие вот вещи. Ну-ка. Кстати, классно пахнет. Пахнет миндалем, какими-то орешками. Сладкий аромат. Приятный. Ну, это, конечно, не бомба от лаж, где прям такой ядреный аромат, но симпатичный, тоже такой нормальный запах, реально нормальный. Дальше здесь какая-то замотанная штука. Ну-ка, что такое? Ой, тут был какой-то шарик шоколадный, видимо, и он весь распался. Инструкция. В ваших руках магический шар желаний. Для исполнения вашего желания сделайте четыре простых шага. Оно обязательно сбудется. Возьми шар в руки, закрой глаза и загадай желание. Опусти магический шар в горячее молоко или кофе. Настало время волшебства. Продолжай проговаривать свое желание. Пора завершить ритуал, хорошо перемешай и насладись напитком. Ну, в общем, это был шар, в котором есть зефирки, маршмеллоу, и, соответственно, у вас как бы все это растворится в кофе или в горячем шоколаде и будут плавать вот эти вот зефирки. Но здесь хороший рецепт для исполнения всех желаний. Мы с вами трудолюбивые и умные мои прекрасные девушки прекрасно знаем, что именно так все желания исполняются именно таким способом. Так, и здесь у нас, посмотрите, как здорово, у нас здесь есть даже кружка для этого шарика. То есть, вот так вот можно это все внутрь положить. Ну, кстати, кружка реально симпатичная, прям классная кружка. И на сайте у Елены Блиновской есть разные кружки. Они там стоят 900 рублей, 1500 рублей. Ну, нормально так, прилично прям стоят эти кружечки. И здесь у нас написано всегда сочиняй мечты. Кстати говоря, это как будто какая-то наклеечка просто. Типа такая, знаете, переводная была. наклеечка и вот сюда вот нанесли просто эту наклейку. хорошо, ладно, хорошо. Давайте положим сюда все вот эти вот штучки, все эти перышки. Еще тут одно перышко. Так, еще у нас здесь несколько предметов осталось. Давайте сейчас, чтобы нам достать, а, это парфюм. Давайте достанем парфюм. Написано My Dream by Блиновская. То есть, это какой-то собственный парфюм Елены Блиновской. И здесь у нас маленькая версия. Сколько здесь у нас? Здесь 10 миллилитров, причем написано, что это унисекс парфюм. Ну-ка. В коробочку немножко побрызгаем, чтобы нам попробовать. Полезла на сайт смотреть, что здесь вообще за состав. Здесь можжевельник, индийский кардамон, бергамот, также сандал, непальский уд, лист египетской фиалки и основа это масло семян моркови, амбра и белый мускус. И это группа древесно-фужерные ароматы. Честно говоря, с таким составом я бы ожидала, что здесь будет что-то такое восточное, что-то, знаете, прям, ну там и уд даже есть, то есть, что-то прям, точно я не придумала, что там уд есть. Есть уд. Ну, то есть, что-то прям такое боевое, так скажем, что-то завлекающее и какое-то магическое, загадочное. В результате очень слабый, на мой взгляд, аромат. Он прям еле-еле пахнет. Ну, это, понятное дело, какая-то туалетная вода, наверное. Нет, это парфюм. Парфюмерная вода. Изготовитель Aroma Prom. Город Дедовск. Ну, как-то, мне кажется, он очень-очень дешевый в производстве, потому что прям он совсем, знаете, ну, он практически не пахнет и аромат, даже сложно его описать. Немножечко пахнет можжевельником, наверное. Это все, что я не понравился, к сожалению, этот аромат. Ну, главное, чтобы Елене Блиновской нравилось, потому что это аромат, собственно, ее имени. Так, дальше у нас здесь свеча. Свеча большая, прям огромная свеча. Это классно, потому что здорово, когда кладут большие свечи, а не какие-то вот маленькие такие огрызки. И смотрите, реально прям огроменная свеча. Я думаю, что это тот же самый аромат. Да, My Dream Блиновская. Ну-ка, давайте. Вот здесь намного лучше пахнет. Это тот же самый аромат, мне кажется, он вообще другой. Здесь ничего не написано на упаковке вообще, но этот аромат совершенно как-то по-другому ощущается. Этот скорее пахнет как будто немножко чем-то ванильным и чуть-чуть, чуть-чуть что-то есть такое свеженькое, типа, не знаю, какой-то петрушечки или лайма. Но вот реально он такой успокаивающий. Я думаю, что это приятный такой домашний аромат, чтобы, не знаю, засыпать под него, как-то вот расслабляться под него. Нормально. Действительно приятная свечка. И она такая прям большая. Мне кажется, здесь гран, наверное, 180. То есть она прям здоровенная. И самое последнее, что мы находим в этом бьюти-боксе... Все, больше ничего нет. Больше ничего нет. Мы находим какую-то папку. Там, наверное, секрет главный просто этого бьюти-бокса. И что же здесь у нас... Так, что мы нашли? Блокнот желаний. Всегда сочиняем мечты. Здесь у нас набор каких-то наклеек, звездочки всякие, ручка, чтобы мы писали сразу в этом блокноте. И, собственно, сам блокнот. Ничего себе! Я проверила, сколько стоит эта свечка. Она стоит 3500 рублей на сайте. Ну, надо сказать, что Елена Блиновская вообще свои товары хорошо так ценит. А вот такие вот духи... Знаете, сколько стоит полноразмерная версия? Вот это у нас тревел-формат. Здесь 10 миллилитров, а 50 миллилитров стоит 6500 рублей. Как вам такие цены? Нет, ну, свеча, правда, большая, но как бы 3000 с половиной рублей. Это, конечно, круто. Это круто. Так, хорошо. А вот такой блокнот на сайте стоит 1200 рублей. И, кстати, про него там интересное описание. Он содержит в себе весь пошаговый алгоритм проработки желаний, подсказки и инструменты, которые напомнят тебе основные правила выполнения упражнений. Блокнот не является заменой марафона, который Елена Блиновская продает, так и написано, не является заменой марафона, чтобы все знали, что надо купить еще и марафон. А блокнот за 1200 рублей это так, для упражнений. Так, значит, что у нас здесь? Смотрите, сразу оговоримся, блокнот не является заменой марафона, и тренингов по исполнению желаний. Так, удостовериться в растущей луне. Ага, упражнения всякие, как делать, что делать, какие-то страхи надо свои записывать, что-то надо еще написать. Как вы уже поняли, для меня такие блокноты не актуальны, потому что это все такие, знаете, такая эзотерика замечательная, которая даже неинтересная в том плане, что в ней нет какого-то учения, интереса, знаете, там, астрологии, вот какие-то натальные карты, расчеты, это эзотерика история, которая насчитывает просто сотни лет, то есть, есть, есть какой-то интерес в этом, есть какие-то там, не знаю, исторические какие-то отсылки в этом во всем, но здесь, ну, ну, прям совсем, ну, просто вот мечта, и все сбудется. Но это для меня не актуально. Опять же, если вам нравится эта тема с этими марафонами желаний, это ваше, соответственно, право это все любить, но для меня это вот совсем не актуально. И что у нас получается с наполнением? С наполнением, то у нас получается, на самом деле, что наполнение этого бьюти-бокса выходит на 9400 рублей, потому что, конечно, здесь очень высокие цены на сайте у Елены Блиновской. Я вот таких вот не нашла у нее на сайте бенгальских огней, но я посмотрела, что они стоят примерно 250 рублей просто на зоне, ну там, если вы обычные купите, вот такие вот бенгальские огни, и, соответственно, так их и оценила. А вот все остальные вещи, почти все, оценены по тому, сколько они стоят на сайте. И, конечно, цены там вообще просто, просто очень, даже приличные. Наверное, эти все марафоны тоже стоят очень приличных денег, скорее всего, если такие цены на вот этот вот на весь мерч от Елены Блиновской. Ну что ж, ну ладно, 9400 рублей получается. Цена этого бокса была 9500 рублей, у нас убыток на 100 рублей, но это и то, потому что, как бы, цены у нас такие указаны, типа, знаете, свечка за 3500, там духи полноразмерные 6500, вот этот вот, вот тетрадочка, вот такая вот, на, не знаю, сколько здесь листов, там 60 листов, стоит она 1200 рублей, между прочим, вот такая вот тетрадочка. Ну, как-то так. Не знаю, какие-то странные у нас сегодня с вами приключения. Пожалуйста, напишите, что вы думаете по этому поводу, и я вам желаю сегодня, конечно, чтобы ваши желания исполнялись, чтобы у вас с этим не было никаких проблем, чтобы они исполнялись благодаря вашим усилиям, просто, чтобы они вам давались легче, чем могли бы даваться, просто, чтобы, знаете, они исполнялись быстрее, легче, но все равно, чтобы вы их на 100% заслуживали. Спасибо вам большое за внимание, и жду вас в следующих моих видео на моем канале. До скорых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok